Мальчик 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 Он сбивал локти и колени и царапал душу. И не заметил, как растаяла мечта. Сначала у страны, потом у него. А когда заметил, то не поверил. И не в силах повернуть страну вспять, он перевернул себя. Он выворачивал себя наизнанку. Но чуда не произошло. Мечта ушла, удивленно оглядываясь на суррогат, заполнивший пустоту. Суррогат был незатейлив, но действовал безотказно. Он светился и переливался. Он был стар, как мир, и крепок, как хлебное вино. Он знал человеческую природу, и страна пустилась во все тяжкие. Мальчик сам не заметил, что пляшет вместе со всеми. А когда заметил, было поздно. В руках была мечта. Другая, взамен прежней. Пресловутая птица удачи. Он поймал ее за хвост. Один из немногих. Все поздравляли и кривлялись. И мечта кривлялась в руках. Она была больной или мертвой. Вы когда-нибудь видели живую мечту в руках? Нужно было привыкать жить с мертвой мечтой. Он привык. Но иногда смотрит в высокое небо. Туда, где видел ее в последний раз. И куда все так же устремлены высокие шпили. Конец. И сказал Иисус. Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало, там будет конец. Блажен тот, кто будет стоять на ногах в начале. И он познает конец. И он не вкусит смерти. Евангелие от Фомы. Евангелие от Фомы.